Снег выпал Это именно она Скорее всего 100% Что же это может быть еще? Хочу выразить огромную благодарность курьеру Который разбудил меня сегодня Мне было опять так сложно встать Опять все эти будильники Пошли нафиг Вы наверное думаете, почему мы не поехали на дачу Есть у меня такая черта Что-то планировать А потом я подхожу к Славе и говорю Завтра поедем на дачу А он такой говорит Ты че, у меня вообще-то дела свои Ну в общем Открываем посылку Офигеть Я в шоке, что он такая здоровая Я думаю, это будет маленькая какая-то штучка И тут еще две щеточки Она такая черная Есть какая-то инструкция Способ применения Набрать средство с помощью щетки Почесать брови против роста волос Затем уложить волоски в нужном направлении Для более сильной фиксации Смочить щетку водой И повторить процедуру несколько раз Требует ежедневного смывания Меры предосторожности При попадании в глаза Промыть большим количеством воды Состав Ла-ла-ла 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 Ну, это интересно Это очень интересно Короче, че, чешу против Подождите Окрасить мне их до или после Наверное До Хрен знает Не знаю, как быть Мы с Кариной переписываемся Потому что я написала Типа Привет Что ты сегодня делаешь? Мне нужно съездить в твое Сами знаете, зачем Отдать имболку Чтобы ее сняли Этот Хрень Почему мы сами этого не пробуем делать? Потому что Нафиг Мы уже сами как-то пробовали Снимать другие штучки И ни к чему хорошему Это не привело Так что с Кариной встретимся Съездим в твое А потом мы с ней съездим В этот самый Мне нужно в Леруа Мерлен купить Маленький набор всяких отверток Для маленьких Болтиков Потому что Вот эта камера На которой я снимаюсь У нее очень часто Раскручивается болтик Который надо прикрутить Ну в общем Я вам рассказывала Наверное И я могу его прикрутить Какими-то подручными средствами Типа пинцетом Каким-нибудь Знаете Но это не Нехорошая фиксация Скажем так И быстро раскручивается обратно Ну единственное Что ты увидишь Что тебе нужно Покупать эту штуку Ты же ко мне ходишь часто Может быть Ты будешь приходить Подкручивать просто Ну не Я понимаю Что свое удобнее иметь Не Мне лучше когда дома есть свое Это же логично Потому что Вот так вот у меня раскрутится Че Мне к тебе сразу ехать А прикручивать Всякими подручными средствами Этого ненадолго хватает И очень слабенько Поэтому Проще купить свое Ну что ж Я закончила свой Обычный повседневный макияж Брови не сильно Ну как Не сильно старалась Просто Тебя не добавила И сейчас мы Будем испытывать Опять я забыла инструкцию Ну просто короче Намазюкать Против роста волос Значит туда А потом Смягчить Водой Интересно Какая она В общем Нифига такая Твердая Блин Я даже не знаю Пробую Я волнуюсь Против роста волос Смотри Мы уже все тени размазались Все ли я правильно делаю Вообще Хочу ли я такие брови Вопрос Самый главный Мне кажется Что я не хочу Такие брови Но мы их Как бы Пообнимем Ладно Мне на самом деле Нужно Мне не нужно Чтобы они у меня Стояли Блин Вот эти брови Чтобы они в разные стороны Мне нужно Чтобы волоски Как бы Выглядели естественно То есть Как будто бы Я брови не накрасила И было видно текстуры Вот что для меня важно Вроде укладывается хорошо Но знаете Такой как гель Вот мне кончики Главное Особенно Поднять Ну как Вам Мне в принципе Этого эффекта достаточно Ну Не знаю Пока Пока не знаю Просто вопрос В том Как долго Они так Продержатся В таком состоянии Сечете Ну я поняла Это типа Как воск Для волос Знаете Ммм Пахнет Офигенно Кстати С фруктами Какими Это не пойму Не Вроде Прикольно В принципе Ну на данном моменте Уже я не жалею Что заказала Видите Как работает Так что Спасибо вам За советы Мои хорошие Мне это Понравил Так Я закончила Свой макияж Сейчас я заеду За Кариной Я ненавижу Сделать дела Одеться Сидеть одетая И смотреть сериал Знаешь Вот Вот Сейчас Сейчас Она позвонит Напишет Я люблю Ты пишешь В шесть Ой В шестнадцать Оль Оль Я буду И я считаю Время Сколько Чего Мне нужно Напомни Человек не умеет ждать В общем Вот такой у нас Результат получился Как вам Нравится Не нравится Мне кажется Норм В принципе Ну мне больше Вы не надо Так что я довольна В целом С прической Ничего делать не буду Она и так у меня Классная И заеду за Кариной И мы поедем Вместе По делам Так что Вот так Так Я конечно Ничего не хочу сказать Но Так Я уже сажусь В машину Представляете Я даже застала Сегодня солнце Включаемся В ритм На-на-на Все понятно Быстро освободи Мне солнце Умница Меня все хорошо Видят и слышат Я на нервах Жрать хочу Что хотела сказать вам Мои хорошие Сейчас я села в машину Очень холодно Я пока дошла до машины Мне кажется У меня уже ухо Заболело Простудилось И я просто Ненавижу холод Зиму Я вообще Как так Как Кстати всего лишь Минус один Мне пищит в машине А еще У меня Зимняя резина Очень рада Потому что Поменяла резину Наверное Ну не знаю Месяца два назад Как только Чуть-чуть похолодало Чуть-чуть стало Более морозно Я поменяла И постоянно езжу С резиной Думаю Блин Ну что Как лохушка Вообще Лето считай Еще Там плюс 5 Плюс 10 А я с резиной Уже езжу Зимней С шипами Но в итоге Не зря Наконец-то Пришел снег Наконец-то И бил Твою мать Очень интересно Посмотреть Какая зима Будет в этом году Потому что Она такая Непредсказуемая Обычно На мою днюху На 28 декабря Очень часто Слякот Все в говне Короче Все Поехали за Кариной В принципе Машина уже Так прогрелась Заедем покушаем Я взяла с собой Пакет твое Я удивлена Что я не забыла Потому что Я была на грани Забыть О чем мы там говорили Зима Колеса Еду за Кариной Интересная Это она Она мне снимает На мой айфон Да, это она Сучка Ты меня назвала Вонючей подружкой? А я тебя Сучкой Только что назвала Ну давай Пока Давай Я стих Рассказывала Чувай это Помню Может быть Ты вундеркиндер Я киндер Скорее Блин Захотела киндер Короче Ненавижу вспоминать О шоколаде Потому что Сразу хочется его Нифига А я только что Думала про мамин Бивстроган Люблю твою маму Бивстроган На, расскажи Что-то пока Разворачиваюсь Комнись Твоя младая Смотрела твой влог Сейчас Перед выходом Как ты омлет делала И омлет захотела? Ну я больше Глазунью люблю Поэтому Наверное нет И я как раз Об этом и подумала Что типа Блин Подружки Но Любим разные Виды омлет А еще люблю пашот Всякие вот эти Вот модные Которые сейчас Это что? А я фигнаю Как это делают Это вроде бы Знаешь Типа Могу ошибаться Но Есть такая фигня Ты просто Кипятишь воду И кидаешь туда Яйцо И оно сворачивается Я видела Так Короче Не знаю Кто там придумывает Сколько есть разных Видов приготовления Вот Вот Я не понимаю Вот реально Снег первый вышел И все блогеры Делятся на два типа Кто-то говорит Ой, ребята Выпил первый снег А кто-то Не первый Какой-то там снег Ну по факту Первый за зиму Нет Был еще был Ну зима Только началась А, да пофиг вообще Давно не было снега И выпал сейчас снег И все такие Выпал снег А вторые такие Типа Блин Надоели блогеры Которые говорят Что снег выпал Нет Не надоели Потому что я просыпаюсь У меня зашторены окна И если я не увижу В сторис Что выпал снег Если я не выхожу Из окна В реале Если я не увижу В сторис О том, что выпал снег То я тогда вообще Могу его не увидеть Потому что я не Выглядываю из окна Сейчас же Ты гонишь Ты не выглядываешь Из окна Хотя бы раз Когда просыпаешься Ну в своей комнате Нет Потому что я не расшториваю Возможно Если я на кухню Мне не обязательно Выглядывать не надо Я на кухню закажу У меня там открыто Все считается Пришли в ТС И мы не сговариваясь В одинаковых тоже цветах Как мы делаем со Славой Вот видите Какого цвета у меня Водолазочка Ну расскажи свою историю Мы зашли вдвое Мне сняли фиговину Ну из-за которой Биппер по-моему Она называется Аларм Мне кто-то написал Не знаю Мне пофиг Как это называется Какая-то фигня Которая доставила мне Неудобства Вот что я знаю Ну рассказывай Свою историю У меня было нечто похожее Но мне повезло Немного меньше Чем Юлю Я в Париже Года два назад Купила розовый пиджак В Заре И мне не сняли Этот биппер Ну или как там его И я приехала в Москву С этим биппером Я его не носила Этот пиджак Потому что тупо носить С этой штукой Ну пару раз надевала Но мне мама говорит Типа Карина Это вообще не очень Типа его видно Не делай так Ну я такая Ладно Пойду сниму Все-таки Потому что пиджак Ну неплохой Я прихожу в Зару Честно Я была там В тот день Не очень Ну хорошо выглядела Подумаешь С тупом жих Типа да Ну да Я выглядела не очень И я была еще с Оском Который был в спортивках Небритый Я была типа Что-то с пучком И на меня так смотрели Как будто я украла эту вещь 40 лет назад Пришла этот бипер снимать Мне было просто Так ужасно От этого Мне не сняли Сказали Нужен чек Я такая У меня нет чека Я типа Покупала это 2 года назад В Париж Ну я согласна Звучит жестко В Париж Приходит такая Эта грязная девчонка Я была там И ну короче Получилось И тебе не сняли Мне не сняли Говорят Бипер Нужен чек Я чего ты подумала В тот момент Подумала Что Люди подумали Что я своровала это И сейчас Прошу снять мне бипер Короче Я к тому что Не знаю Смотрела ты мой флог Вчерашний или нет Но на меня там Начали гнать Что Юль Зачем ты так На кассира говоришь А я его Каким-то там Вонючкой Назвала Ну да Которую не снял Зачем ты так На кассира Говоришь Что Совсем плохой человек Я говорю Да Он доставил мне неудобство Почему я должна Ну ладно Я же Понятно Я не миллионы денег потратила И не купила Это в Париже И мне не нужно Подожди Но ты не серьезно Это имела в виду Конечно Не серьезно Это во-первых А во-вторых Это же реально неудобство Вот Я хотела тебя спросить О чем ты подумала Ты же не подумала Ну бывает Это же неудобство Тебе это было неприятно То, что мне не сняли бипер Да Из-за этого Ты не можешь нормально носить Потому что Тебе еще и в Москве Не сняли Нет Я об этом не думала Я думала о том Как мне не понравились Люди из Зары Которые подумали Что я пришла Обворованную вещь Принесла И вы такая На, снимай мне Они на меня так смотрели Вот Мне больше за них Типа ужасно А не то Что Мне в Париже не сняли Ну типа Не знаю Я уверена Что то Что ты там говоришь Это типа Просто Она выплескивает Свои эмоции Она никогда не думает Она делает так На всех На все Всегда На меня На людей Это Юля Я не знаю, что я злость Какую-то Если вы туда Просто типа Ну Вонючки Мандарини нормальные Не привезли Ну типа Знаете Из разряда В общем ладно Мы в магазин Карине надо Что-то купить А потом Что-то будем делать Короче Мы сейчас Юля без влога Общались На эту тему Которую сейчас Мы вам скажем Во влоге Она такая Тебе надо во влог Надо во влог Короче Я пока Отсутствовала На твоем канале Проходила Какая-то Мракобесия У вас Вы там обсуждали Меня То, что ты завидуешь Мне Я завидую тебе И у меня Такой вот Моментик Кто сказал Кто сказал Что завидовать Подруге По-белому Это плохо Завидовать Подруге Это хорошо Потому что Это значит Что я готова Признать Юля У тебя тело Лучше Чем у меня Это не значит Что я ненавижу За это Это значит Что я горжусь Что у нее Офигенное тело Что она худая У нее сталь А она может Себя держать В форме И все такое Люди пишут Что я типа Там когда ты Взвешивалась На моих весах И процент жира Тебе показывался Что я там Как-то на тебя Смотрела И грустила Ну типа Мне кайф Что Юля такая Это же логично Так же как и возможно Там Юля говорит Что про путешествия Ну типа Ей устраивает ее количество Все в порядке У нее насыщенная жизнь Может быть Она что-то хотела В какие-то пресс-туры Поехать Как и я поехать Но она наверняка Так же как и я Там вдохновляюсь Ее телом Вдохновляется тем Что я Ну вот например Куда-то могу поехать И она типа Ну короче Вы понимаете, да? Да! Нет, просто понимаешь В чем суть Там был комментарий Не то, что типа Завидуешь Одно дело Там завидуют Реально по-доброму Но это даже больше Не зависть называется А типа Блин, прикольно Что у тебя так Типа Мне тоже надо так Стремиться Мотивация Ну да, да, да Это зависть Это как-то по-другому Люди к этому Относят Зависть Значит Сука Ненавижу Завидую То есть Это вот так Обычно люди относятся К слову зависть А у нас это Больше не зависть А типа Там я смотрю На какие-то Каринины путешествия Поездки Куда я тоже бы хотела Думаю Блин, прикольно Вот бы тоже Там туда съездить Но это не так Что Почему Едет он А не я То есть Это не так И А там комментарий Был не то, что Про зависть Там был комментарий От этого психолога Нет, я про другой Комментарий Ты говоришь уже Про свой Ааа Ну вот сам Нет, там как раз Таки с этого Все и началось Да Что комментарий оставил Какой-то якобы Психолог Ну человек, который Учится на психолога Очень плохо Учится И этот человек Написал, что Моя типа жизнь Просто унылая Кусок там Того-сего По сравнению С твоей жизнью Типа так кажется Так и есть Конечно Вот я не понимаю Я не понимаю Почему Почему твоя жизнь Типа ярче Чем моя выглядит Из-за путешествий Из-за того Как проходит твой день А как твой день проходит Чем он насыщеннее Ярче Там допустим Моего Тем, что я могу дома Весь день просидеть Так же, как и ты В какой-то день Можешь дома Весь день просидеть Не знаю Почему так люди подумали То, что у меня Сколько у тебя было поездок Ты считала? Я не считала Но меньше твоих Это понятно Но меня это вполне устраивает Да, это нормально От этого зависит яркость жизни Для каких-то людей Да Понимаешь Есть же люди Которые мечтают поехать Куда-то Но не у всех Есть возможность И от этого Они думают Что моя жизнь ярче Потому что у меня Больше путешествий Но не важно У тебя 10 путешествий 20 или 7 Или 3 Главное Что у тебя есть Хотя бы что-то И это тебя Водушевляет У меня дофига Путешествий Которыми я Вообще кайф И мне вот не надо У меня блин Когда за месяц У меня два путешествия Или типа каждый месяц Что-то Для меня это уже отвал Я не хочу такого Но для меня это сложно Для меня очень важно Находиться дома в Москве Потому что Тем более у тебя Вива Да Не забывайте тоже Типа я очень максимально Домашний человек Карина тоже домашний человек Но для нее Типа куда-то поехать Путешествие Там два раза в месяц Это вообще Окей Поехали Ладно Да Ладно Поехали Тем более Не забывайте Что я не живу Со своим парнем И когда я куда-то езжу Я имею возможность С ним жить Да Ну то есть много разных моментов Поэтому Типа меня Путешествие Не так уж сильно Прям Забавляют Иногда прикольно Куда-то съездить Иногда хочется Реально куда-то поехать Но не так что постоянно Поэтому Не знаю Мне моя жизнь Очень нравится Мне нравится У меня в Москве Постоянно много дел Обожаю говорить У меня много дел Но у меня правда Много дел Какие у тебя дела Пойти Я не знаю Бровки сделать А что это не дела Я твой хейтер Пошла ты А что это не дела Помимо этих дел У меня же есть еще семья Там к врачу сходить С бабушкой куда-то съездить В гости К родственникам Ну это же тоже Би-би-би Би-би-би У тебя скучная жизнь Я тоже психолог А еще кто-то писал Что ты меня что там Унижаешь Или оскорбляешь Вообще Могу сказать Что да Она меня Обижает Оскорбляет Когда На самом деле Мне кажется В нормальной дружбе Когда лучшие подруги Есть даже мемы Типа Когда приходит лучший друг К тебе домой И такой Типа Делает что хочет Когда тебе приходит хороший друг Или когда к тебе приходит знакомый Знаешь эти мемы? Ну знаю И вот типа Когда ты лучший друг Ты можешь себе позволять Типа Любые высказывания И я Юле тоже могу Там над ней злобно пошутить Она надо мной Типа Это нормально Когда мы что-то делаем Но вообще Я заметила За собой Что Кто-то мне написал Я уже выносила Это на публику Так скажем Писали Что в дружбе Всегда и в отношениях Есть ведущий Есть ведомый И я по своему характеру Предпочитаю Всегда быть ведомой Но это не значит Что как-то Я прогибаюсь Под Юлей Или что-то такое Ну типа Хотя может и значит Кто вообще знает Что это значит? Да нет Я не думаю Что А как это понять? В смысле Как ты это вот Ощущаешь? Ведущий ведомый? Надо подумать Ну ты-то как-то Это говоришь Я Ну Вот это так говоришь Как-то ты значит Это ощущаешь Ощущаешь Да Мне это сказали Я Ну изначально А я не помню Почему мне так Подписчики написали Но я что-то по-моему Вспомнила Ну понятно От характера зависит Но в принципе Так и есть У нас как-то так всегда было Не то что я там Какая-то главная В отношениях Не это А то что типа Карине проще А то что Карине проще Как-то типа Да Ну хочешь Ну пошли туда В принципе По кайфу Ну типа Это может даже И плюс Для тебя На самом деле Большой Потому что я Например Такой человек Куда-то меня зовут Если мне это сильно Не по кайф Я скажу Нет Я не туда Не пойду Не замени меня туда Понятно? Нет Мы сейчас говорим Конкретно про тебя И меня Про наши отношения Про кого-то Ну да Ну да Оно и есть Мы чаще Не то что Мы чаще Не знаю Но как будто бы Мне тебя в чем-то Уболтать проще Чем тебе И меня Потому что Я такая Ну не Подожди Зачем нам Это Мне это не нравится И ты такая Ну ладно В принципе Тут тоже можно Найти плюсы А я наоборот Когда ты меня в чем-то Уговоришь Я не хочу Это моя мысль Я говорю Ну нет Зачем туда идти Ну в принципе Да Наверное Есть такое Ну я просто Сложная На подъем А ты легкая На подъем Хотя я не знаю Тоже как-то Я лентяйка еще та Мама сейчас Тебе просто Щелбан Да Она так не видит Когда говоришь Ты я лентяйка Что ты тут делаешь Зала маленькую отвертку Чтобы закручивать Камеру Потому что там Бинтики откручиваются Но она не идеально Подходит Но на первое время Сойдет Что она какая-то Раздолбанная И думаю Взять вот такие Гирлянды За 940 Посмотри Вот эти Вот этот шар Видите Но он не как шар будет Это просто Обмотали Какой-то Пакет Я тоже думаю В себе взять Что-то Но я не знаю Что я хочу Вообще красиво На самом деле Гирлянда Это мое самое Любимое Что есть в украшениях У нас же Круглый год Гирлянды дома Это кайф Я не знаю Почему я снимаю Так тухо Ну нереально Отбирает новогоднего И может поэтому У меня нет Новогоднего настроения Потому что я и так Пройду к этому Весь год А, тогда надо снимать Нафиг мне такое Наверное В комнату Взять Давай возьму Такой Потом скинем Другой фотки Отстань Нет Не буду я тебе ничего Скидывать Ты мне не друг Ты вообще Мне завидуешь И бьешь меня По ночам Еще унижаю Еще унижаю И оскорбляю Да Ненавижу тебя Хорошо всегда Не даю тебе шанс Быть круче меня Казаться круче меня Нет у тебя шанса Лохудра Монючая Ура Я люблю Дружбу нашу с тобой Ничтожество Забудь о том Что ты добилась Чего-то Это все вообще Из-за тебя Я блогер Из-за тебя И без тебя Я вообще Никто Запомни Да ладно Мы так шутим Нет Мы не шутим Почему я всегда Стараюсь загладить углы Ну на Ну я такое Не очень люблю New year I wish you Merry Christmas Я поняла Что я тоже хочу Типа маленькие Елочки Заснеженные Домой Заснеженные Это Мусорно Можешь взять Обычные Я потому что Ну типа В магазине Вот так поделала И типа Все упало Белую Нет Это не трогу Это убога Да Но те у кого Такая елка Не обессудьте Нравится Это главное Маленькие елки В комнату Прикольно У кого много Комнат В квартире Возьмите себе На заметку Что можно Помимо большой Ну да Помимо большой Маленький Красивый Расставил И Нашим Депорт Хочу вот эту Елку Чисто эту Только поставим И все Катастрофа Катастрофа? Ты женщина Катастрофа Мне нужен такой Мне нужен такой Что это? Стул? Да Зачем? Чтобы краситься Сидеть Так он низкий Очень для тебя По-любому Ну посмотри Он как маленькая Табуретка Сверху еще Пуфик просто Маленький Мне так понравилось Я тебя ненавижу Буду снимать С тебя С плохих углов Чтобы Людям казалось Что Ты отстой Вау Ладно Но это больше Похоже на Прикроватную Кайф Да Выглядит Красиво Да Пошла ты Еще раз Скажешь слово Вау Я тебя Убил Мебель модная Появляется В магазине А то достали Все Только в Америке В Америке Мне очень нравятся Такие дизайнерские Решения Над диваном Типа Знаешь В гостиной Вешать Сечешь О чем я Ну только Вот Видишь Как выглядит Красиво Очень Только побольше Типа Вот таких Только с другими Круглешочками Круглешочками Так я оделась Сегодня О Носоги Только что Мы зашли В один из Дорогущих Магазинов Тогос У меня оттуда Одеялом Дорогое Постельное белье Ну потому что Качественное Там шелк Все дела Одеяло Подушки Все по кайфу И Карина зашла Такая Говорит Хочу себе Постельное белье Глянуть Да Я сказала Если будет стоить Меньше десятки Я куплю Потому что я хочу Что-то Ну блин Тридцать тысяч За постельное белье Оно конечно По кайфу Оно там Тридцать восемь Вообще По-моему стоило То, которое Меня заинтересовало Тридцать Двадцать пять Двадцать пять Ну то, которое Меня заинтересовало Тридцать девять Я такая Вау Мечта Короче Давай посмотрим Кровати Вот мне нравятся Варианты с мягкими Ну кому-то нравится Вот мне больше нравится Вот такой вариант Только может Света другого Ну только не такая Кстати я заметила Я смотрела видос Про Америку И типа Европу Ну типа Чем отличается И типа В Америке У многих Кровати Очень высокие Именно куча матрасов Вот видишь Как там кровать стоит Пипец высокая Хотя я не знаю Что я вообще могу знать О Америке О чем я вообще Не хочешь визу получить Или лень И лень И хочу Надо Потому что У меня в этом году Было Ух ты Был как минимум Один проект Который Близительно связ Вау Жесть Да-да Я знаю брат Надо мне Мы просто глядим И смотрим Какие-то разные варианты Зачем Непонятно Ну почему Зачем Я люблю Походить Помечтать Вот кухню Например Посмотреть Мы скоро Ремонт будем делать В этом На даче Нам надо будет Кухню Поставить в баню Ух ты Прям для большой семьи И мы думаем Либо готовы убрать Либо на заказ Делать Да Нам вообще углова Нужна Вот мы по цвету Только думаем Ладно Будем глядеть Что Мама пришла домой Да Сегодня Вивьена Тебя надо Обязательно Помыть Просто Ты уже Такая Вонючка Стала Что Мама С ума сходит А Кстати В Ашане Мы были Потом пошли В Ашан После мебели И что Я там взяла Курицу И И Моя любимая Молочная Вот это чудо Ванильное Купила Валера Мерлен Мерлен Монро Вот такой вот набор Вот этот экран Он начинает шататься Вот так вот Долбиться Вот так вот Понят Да Вот И он здесь сейчас Тоже очень слабо Держится Вот Вы видите Вивьену Маленькую собачку Фрикадельку Смешная она Да Так здорово Что так можно носить Вау Это просто Какой-то диван Самодельный Мы пришли С Вивьеной Умыться И купаться И у Такая грустная Собачка Близи с ними Иду Гу-гу-гу Ла-ла-ла-ла I never get again Ла-ла-ла-ла Смешули Мяу-мяу-мяу Не грусти Булочка Все Сейчас Вивьена будет папой Просто ангелочком Ла-ла-ла-ла-ла Ура Ну наконец-то Мама меня моет Вот такой вот Маленький гномик У нас получился Моя маленькая Смешнюля Покажи морде Смешно Ой Такая грустная Собачка Вот так вот Мы сидим У мамы Ждем Когда влага Впытается А потом Мама Меня сушит Не кажется ли вам Со стороны Что у меня У меня в руках Настоящий Детеныш Ну-ну-ню Ну-ну-ню Мамина Собачка Пригрелась Что такое грустное Сейчас мама Тебя посушит Да? Смирение И послушаем Как он вытянул Расчесывает Там Не пропускай Ни миллиметрика Вот сколько Начесала Шапку Можно сшить Ого Ви Вот это ты Линяешь Ну не Она же нормально Ничего К Новому году Решила шубку Обновить свою Что-то мы же Ее не стрижем Сейчас Поэтому И волос Немало Смотри Какие круги Наворачивает Вертушка Моя Вертехводка На Хоп В общем Вивена Чистая Значит Одно Дело Сделано Сижу За компом Смотрю Комментарии Спрашивают А сериал Какой-нибудь Новый Начали смотреть Дорогие мои Когда мы Начнем Смотреть сериал Если я Снимаю До вечера До ночи Потом всю ночь Монтирую До утра Ну в общем А в чем базар Юлечка Будут новогодние влоги И объясни пожалуйста Ты же вроде говорила Что снимаешь Неделю влогов Раз в месяц Так ты на Новый год Будешь снимать? Конечно Конечно я буду снимать И если все получится Так как я Замышляю И так как я сегодня С Кариной обсуждала То это будет вообще Офигенно Все Но не хочу Пока ничего говорить Дабы не сглазить И все такое Конечно я буду снимать Во первых У нас столько всего Ребят Наряжать Ёлку Дом Готовить Новогодние Блюда Все это у меня В планах Конечно есть Только когда Я 14 Улетаю По 20 Ну ничего Значит буду в день По несколько Видео снимать Пофиг Все получится Точно я в это верю Я хотела тебе кое-что Показать Это очень классная Прикольная 20 метровая Гирлянда Ура Я жду Когда у меня Освободится Моя мама И позвонит Человеку Который делал У меня в квартире Ремонт И он такой Типа Да-да-да Сейчас мы все поменяем Я понимаю Что времени Уже просто тупо Нет до Нового года Когда это все делать Меня это так бесит И я прям чувствую Что я в какой-то момент Зайк Просто расслабься Просто релакс Уже в этом году Ты этого не сделаешь Запланируй на следующий И сделай Вивик Не мешай С под ногами Сейчас затопчут тебя Вообще Дела много Нам нужен скотч Зайка Лицо Попроще Подовольнее Я нашел Все что надо Я не могу быть довольной Когда у меня Ничего не меняется В жизни Короче Камера садится Сейчас поставим Ее на зарядку И как раз Когда все доделаем К вам вернемся Офигенно Жаль Что скорее всего Все это нахрен Оторвется Но пока держится Мы старались Очень новогоднее настроение А всего-то нужно было 900 рублей Круто Ура У Юли настроение появилось Всем лайки За мой счет Офигенно Вивик Ты в шоке Дайка Ну вот Теперь у Вова Только без света Классно Ну как я буду сидеть Что Тебе нравится? Ну это не ремонт Дизайнерский Но мне нравится Но нет Не знаю Ну как бы Это прикольно Это добавило Немножко мне настроение Атмосферки Также я успела Еще вот здесь закрепить В общем прикольно Прикольно Рекомендую сделать что-то со своей жизнью И что-то поменять В общем ребят На этом все Надеюсь что вам понравился сегодняшний влог Сейчас я буду его монтировать Потом пойду мыться Убираться Надо сегодня много всего успеть А уже Уже 11 часов ночи А я еще как бы Ну нифига не сделала В общем спасибо большое всем Что смотрели этот влог Надеюсь что он вам зашел Понравился Он был Поактивней Подинамичней Надеюсь что вам понравилось Оставляйте свои комментарии Потому что я все читаю И завтра тоже буду все читать На все Ну не на все отвечать Но вы знаете На что-то отвечаю На что-то нет Но читаю все Всех люблю Целую Обнимаю И всем пока